Холодный лед и горячая кровь. В Козловском районе Республики прошел необычный турнир среди школьных команд. В хоккее ребята играли в валенках. О жарких ледовых баталиях в сюжете Галина Титарчук. Хмурое утро в Козловке было расцвечено яркой спортивной формой, улыбками болельщиков. Главное условие такого хоккея, конечно же, валенки. Новые, старые, подшитые, любые. А вместо привычной шайбы – яркий мячик. Хоккейный турнир проводится в районе второй год подряд. Кстати, хоккей с мячом зародился на Урале почти полвека назад. В те времена в него играли не только настоящие мужчины, но и все советские мальчишки. Но играли, конечно, стоя на коньках. А вот в валенках... В этом году из девяти команд в финал вышли четыре ледовые дружины. Борьба получилась очень напряженной. Ушли, ушли, ушли! Ушли, все! Кто-то впереди остается, кто-то сзади. Сегодня расслабляемся, работаем. За третье место сражались команды Еметкинской и Тюрлеминской средних школ. Страсти разгорелись нешуточные. Ну, кто идет? В итоге ребята из Еметкинской школы буквально вырвали победу у противника, победив со счетом 3-2. За золото и серебро боролись хоккеисты из Козловской школы номер 2 и села Байгулова. Обе команды играли на равных, что и подтвердил счет. 2-2. Победители определяли по булитам. А золотой кубок, грамоты и медали по праву достались команде Козловской школы номер 2. Ну, мы после урока готовились в школе, тренировались другими классами. В субботу провели групповой этап и выиграли там, и попали в финал. Оправдали мои надежды. В спорте везение большое значение имеет. Нам просто повезло. Поэтому удача была просто на нашей стороне, и поэтому выиграли. Они практически на равных играли с нами. Валеночный хоккей стал, по сути, народным видом спорта. Доступным, простым и очень полезным для здоровья. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.